я понимаешь? просто очень эмоционально я бы очень хотел что мне поставили какую дягость какую не поставили у меня есть честно просто у тебя только фантазия на этот счет у меня это ненормальность я это так много не знаю фантазий у меня тоже много но ненормальность у меня проведена в целую часть посетей ну ладно то есть я понимаю что не практикуемся кустерпи потому что у меня есть некоторые моменты спроси у Саши да не я просто поеду надеюсь скоро вам? да спроси у Олега как на тебя хорошо пить я? я вряд ли буду пить таблетки я знаю что они в принципе помогают я не могу это каждый день использовать я знаю что как бы скажем так от любого острого психического такого непонятного состояния помогает если у тебя есть люди вокруг тебя с которыми ты можешь поделиться поделиться и поделиться максималистами как у меня все проблемы мои исходят из того что есть что то что я скрываю что я не говорю и то что я не могу сказать просто у тебя нет психиатрического психиатрического наверное нет психиатрического таблетки ладно я просто был рецидив недавно после которого мне захотелось покончить с собой очередной раз как всегда я записал в этом видео я тебе буду не знаю скинул или нет это не то это второе видео я тебе не скинул вот первый тон начинается с моего стихотворения горячего днем я слышал английский да английский специально чтобы чтобы его смогли понять только те только определенные прописки кто знает английский я к сожалению не смогу его понять нет там это в хорошем английском скажем там все слов очень понятно самое главное оно было искренней оно было искренней и в этом состоянии искренности так легко говорить на английском ты не представляешь ну вот случился рецидив в этой судебной мысли а что такое рецидив? повтор повтор чего? ну вот я отказался от секса там если возвращаюсь к этому то это называется сэцидив подожди почему ты отказался от секса? чтобы помороть зависимость отказываться от как называется компульсивного вот этого вот 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 от этого надо отказываться понимаешь есть секс есть секс но и сколько ты уже без секса? и сколько я без секса? а сейчас сегодня понедельник суббота понимаешь я боюсь я боюсь я надеюсь что я могу долго поднимать без этого потому что сейчас у меня такое состояние когда я не хочу суббота не не суббота суббота если если тебя если ты не можешь закалить суббота у тебя есть? ну да она она не знаю сколько она моя но и я не знаю сейчас если я буду сейчас говорить об этом какую среду какую среду я буду при этом представлять да но это может быть только свое мужское восприятие если у мужика не с кем потряхаться да а ему всегда хочется то это типа для него не круто ну не всегда хочется ну бывает она хочется но для него не хочется ну да ну я считаю что как бы профессиональная зависимость возникает чаще чем меньше то есть этот сам тот же агнист это более распространенная проблема чем нормальная так это типа бомжионизм? да ну это не мастеральное решение вообще насколько я слышала это заканчивается с привязанностью насколько я слышала это заканчивается с привязанностью к тому человеку возможно типа ну человек с которым я просто совпала типа ну спать и просто снуть вместе с ним или человек с которым я могу разговаривать и и меня не будут тошнить от некоторых его высказываний и такие штуки я согласен у вас проблема интересного человека именно скажем так довериться этому человеку какой классный меморий я еще хочу как он и и и и Да, я звезда. Мне кажется, моя сексуальная зависимость проистекает без нелюбия к себе, абсолютно точно. Мне не нравится мое тело. Я презираю тех людей, у которых красивое тело. И сейчас я просто задумался над тем, презираю я только мужчин или мужчин и женщин. Думаю только мужчин. Потому что, что касается женщин, женщин для меня ангел. Я не могу с ним просто так переспать. Понимаешь, мне нужно с ним пообщаться. Мне нужно их вдохновить. Да, мне нужно сыграть на них музыку, спеть на них что-то. Какой-нибудь любовный серенад. Мне нужно, чтобы секс-символ взять на дорогом отеле. Чтобы кровать была обложена лепестками роз. Чтобы она ложилась, а я не ложился. Происходила нужная какая-то магия. Чтобы обязательно была шаде на фоне всего этого. Какая-нибудь песня с чупачами загидаей. Потому что все это было красиво. А с парнем, может быть, все не очень красиво. Мне очень нравится жесткий секс. Чтобы можно было его унизить. Чтобы можно было, как бы он такой красивый. И вот он мне сосет. Понимаешь, как это подчиненное положение? Типа пососил мне. Типа тут не самый главный. Не Бог какой-нибудь там. Ты просто очередная. Очередная шлюха, которая меня сосет. Это действительно забоевает. Это из-за любви к себе. Как бы общаться с этим человеком я точно не буду. Потому что я всегда, всегда избегаю общения с людьми, с которыми мне трактались. Только лишь потому, что я не хочу... Не хочу им показать, насколько я на самом деле светлый человек. Я хочу им показывать только свою темную сторону. Я хочу, чтобы они видят только эту самую черную дыру. Которая хочет только секса, кайфа, удовольствия. Но не общения. Поэтому мне очень трудно найти человеку. Именно парня. И именно гомосексуальная имитация, с которой бы я хотел общаться. Реально хотел общаться. У меня был парень, которого я был влюблен виртуально. Потому что был в Питере. Я познакомился с ним в Корнете. Вроде бы ему понравился, а он мне понравился. И да, очень... Одна моя слабость, если человек мне делает комплимент, то я не могу с ним просто так трахаться. Я не могу его унизить с сексом. Мне хочется... Если он мне сделал комплимент, значит он захотел пообщаться со мной не как с животным, а как с человеком. И это мне всегда очень мстит. И тогда это становится в моей слабости. Видя становится в моей слабости, начинает проникаться этим человеком. И вот сейчас может произойти эта самая магия, когда я буду проникаться этим человеком, как человеком, а не как сексуальным партнером. Но я боюсь этого, потому что этот человек может меня кинуть. А я еще не люблю, когда мне кидают. Собственно, разрушение обеспечивает именно вот это вот самое кидало. Чего? Чтобы я не кидаю или чему? Или переживаю? Нет, меня на самом деле кидали очень большое количество. Я уже к этому привык. Я хочу вот это... Это всегда очень тяжело переживать. Я не знаю, может быть, моя сексуальная зависимость и желание трахать мужчину вытекает из ненависти ко всем мужскому. Из ненависти к мужчинам, потому что у меня не было отца. У меня не было отца, и, соответственно, я не знаю, что такое уважать мужчин. В смысле, у меня в этом нужно больше убедиться. Я могу этому научиться. Я примерно себе представляю, когда работают те самые три дня в компании, которая звонит клиентов, предлагает им билеты на спектакли или концерты. Там все руководители были мужчинами. И они, соответственно, у них основная задача обучать тех, кто только к ним пришел. Это был хороший опыт, потому что чувствуешь именно мужскую поддержку. Чувствуешь себя вернее. Вернее, именно в мужском качестве. Ты понимаешь, что твое мнение, с твоим мнением считаются, считаются не женщины, а именно мужчины, которые потенциально могут с тобой конкурировать, с которыми вообще, как бы, это, типа, высокая конкуренция за сам. Вот. И они тебя уважают. И, конечно, тогда, меняя соотношение к мужчинам, я начинаю относиться к ним, как к людям, а не как к тем, кто унижает женщин. Поскольку я жил с мамой, и мама, как бы, для меня это святое, я поэтому не могу просто так трахаться с девочками. Потому что для меня это что-то святое. Я не могу на это посигнуть. Мужчин для меня это не есть что-то святое. В этом, как бы, просто мужик, да, которого можно попользоваться. Я пользуюсь. Энергия чего-то там, непонятно чего. Вот. И вот для меня самый главный вопрос, почему я это снова делаю? Если для меня самого, это противно. Я чувствую. Противно, потому что, потому что это, во-первых, бессмысленно, потому что не приносит мне того, чего я хочу. Не учит меня любви. Это учит меня только тому. Это учит меня какой-то жесткости в отношении с людьми, а не любви. Мне мой названный отец говорил. Говорил в смысле, сейчас как он говорил вспомню. Не разменивайся на меньшее, чем любовь. А я не могу размениваться на меньшее, чем любовь. Потому что этой самой любви у меня нет. Единственное, что мне остается, размениваться на суррогат любви, на секс. Я надеюсь, что... Спасибо. Я надеюсь, что, когда я найду работу, когда я стану ощущать себя более-менее человеком, я перестану размениваться, размениваться на сексе, годом. Я смогу себе позволить размениваться исключительно на любовь.